Все новое – это хорошо забытое старое. Весьма верное изречение и практика отпуска медпрепаратов только по рецепту врача – не новость. Лет 15-20 назад так все и было. Есть рецепт – получи лекарство, что исключало практически полностью самолечение, которое сегодня, увы, процветает. Каждый сам себе ставит диагноз, сам назначает лечение, а всем известно. Лекарство как лечит, так и убивает. Важна в этом случае дозировка. Суть постановления Минздрава – ограждение человека от бесконтрольного потребления медпрепаратов. Отпуск лекарств отныне будет только по рецепту. Но в данном вопросе есть свои нюансы. Неужели пациенту с хроническим заболеванием каждый месяц необходимо ходить к врачу за рецептом? Ведь раньше рецепт выписывался на 3, а то и 6 месяцев. Сейчас тоже не поменялось. Сейчас наоборот. Сейчас до 6 месяцев доктор имеет право выписать лекарственное средство всем пациентам. И даже должен это делать для того, чтобы пациенты не посещали поликлиники, чтобы не создавались очереди. Но это только в том случае, если пациенту не нужно какое-то динамическое наблюдение. Доктор может выписать ему рецепты на срок до 6 месяцев. Но на одном рецепте не более курса одного месяца. Один месяц – один рецепт. Курс лечения, как и лекарства, определяет квалифицированный доктор. Если у вас заболевание, которое требует лечения сроком в один месяц, рецепт будет выписан на один месяц. Возникает логичный вопрос. А как же быть с очередями, которые, увы, к сожалению, никто еще не отменял? Пусть не пугаются пациенты, что будут какие-то очереди. У нас есть помощники врача с 2011 года. У нас есть медсестры. Да, они самостоятельно выписывать рецепты не имеют права. Потому что рецепт называется рецепт врача. Но под контролем доктора они имеют право написать этот рецептурный бланк. Противовирусные препараты занимают одно из первых мест в списке лекарств, которые выдаются только на основании рецепта врача. Поэтому, чтобы не сидеть с температурой в очереди за заветным рецептом, следует больше внимания уделять иммунопрофилактике. Свежий воздух, фрукты, овощи и здоровый образ жизни – вот основные ингредиенты хорошего самочувствия. Перенести вирус в сравнительно легкой форме поможет еще одно действенное средство – вакцинация. В нашем учреждении мы работаем с разными видами вакцин. В частности, у нас на сегодняшний день есть флювоксин производства Китая. Есть вакцина инфлювак. И люди обращаются, прививаются и не болеют. Значит, вакцинация направлена на то, чтобы человек в более легкой форме, без осложнений, перенес гриппозное состояние, в частности, грипп. Задумайтесь. Ежегодно в мире около 5 миллионов людей болеют гриппом. Из них порядка 250 тысяч в силу слабых защитных функций. Организмы умирают. Поэтому, чтобы не стать жертвой коварной инфекции, а заодно и осложнений, необходимо прибегнуть к помощи вакцины. Напомним, сделать прививку можно в течение этого месяца за счет личных средств, а также средств предприятий.